В городах, странах, единственный музей о воде. Должен вас огорчить, мы не музей воды, а водно-информационный центр. Хорошо, хорошо. Дело в том, что музеев воды и аквапартов в мире и в Европе очень много. А вот центров, дающих информацию о самом древнем элементе живой и неживой природе, в мире семь, а в Европе три. В Бергагене, в Берлине. И вот в 2003 году открылся здесь у нас, в Киеве. Все знают слова Леонарда Давидовича. Вода – это имеет власть над всем, что имеется на живом свете, как в живой, так и неживой природе. Темой нашего водно-информационного центра – это мы рассказывали о ценностях водных ресурсов Украины. Но лучше, чем цент-экзюперид, об этом древнейшем элементе не сказал. Она говорит без света, вкуса и запаха. Ей наслаждаются, не ведая, что она есть. Если сказать, что она имеет большое значение для живого, то ничего не сказать. Вода – это сама жизнь. Вот, пройдя вниз, мы посмотрим. Картина, с помощью которой мы хотели передать слова этого великого цент-экзюпери. Вот, когда пришли крепость Белгородскую брать, так вот, долго стояли эти печенеги у ее ворот, никак не могли взять. Потом один мудрый старичок подошел, говорит, а ты посмотри, вот там каналы с водой подходят. Давай, говорит, перекопаем, они сами сдадутся. Что и случилось. А другой вот там где-то был у нас. Ну, вот это как раз об этом самое идет. Что перекопали канал. И, то есть, здесь в данном случае вода стала как оккупантом. Покорила славян. Что вода имеет большое значение. Видите, это и отдых детей, это и спорт, это и аквапарки, это вот наше здоровье, это наши увлечения. Ну, а теперь немножко истории создания нашего центра. Вот перед вами макет интересности на начале 20-го века. Вот, стоит отказать, вот так вот выкрыла часть нашего города, а вот так выкрыла часть царского парка. И вот в 1869 году, по решению городской думы, часть царского парка, вот здесь у нас парка, арея, а вот здесь мостик, любви. Как самая высокая часть. Именно здесь, вот 100 метров на подножии этих башен, относительность к какому-то, вот эту самую высокую часть передали в аренду в самых 50 лет. Для строительства и эксплуатации, первоцентрализованного киевского водопроводка. И уже 1 марта 1872 года была построена первая башня, та, что находится напротив нашей. Она в основе вошла, как себе постройка, и появились первые платежки за год. Город рос, потребности в воде росли. Через 4 года строится вторая башня, в год которой вы сейчас меня помните. Идея была пристроена уже пожарная новая джаваса, только 30 метров, и в городе Реняты, а это вот как наблюдение, оповещение, а все, что встречается в акциях. Через пару лет, в 1878 году, и на Владимирской водке появилась третья, Михайловская башня. И вот с постройкой этих трех башен была решена основная задача. Это централизованное скрабжение жителей нашего города Реняты. Из истории известно, что в 1850 году город пережил эпидемию Холера. И вот 20 лет потребовалось, чтобы получить средства, спроектировать и выстроить первые централизованные киевские водопроводы. А архитектром этой стройки был Аман Тегорович Струн. Это немец русского происхождения из бедной дворянской семьи. По киевлянам он запомнился не только по первому водоканалу, а и по первому киевскому трамваю, железнодорожью в Москву через Бену, да и первое вечернее газовое освещение нашего города тоже связано с его. А вот и забор происходил, видите, где две прыгающие голубые точки, это район речного вокзала Каштовая площадь. Вот с помощью таких паровых двигателей, которые приводили в движение подобные паровые насосы, располагающиеся в станции первого подъема, второго, а далее через отстойники и фильтры вот по направлению желтых фонариков, водичка заканчивалась во все эти три башни, а отсюда уже с высоты 115 метров она самотеком растекалась по своим потребителям. Длина первого топровода была всего 24 километра. Через полгода она насчитывала уже 50, но только 147 зажиточных семей имели возможность провести воду, сырье в домах. А остальное население воду брало вот с подобных фонтанов, которые через каждые 200-250 метров были. И, кстати, не брали, а тоже покупали. За бочку платили 9 копеек, лошадь на поэмерка такая была 2 копейки, Ведро стоило почти копеек. Стоило, что копейки здорово отличалось от теперечки. Но представьте, либо килограмм мяса, либо полметра есть, либо одно метро ровно. Так и говоря, оказывается, подобные продукты, такие как хлеб, соль и особенно вода, они всю жизнь либо дорого стоили, либо за ними ходили за 3-3 семей, либо попросту надо было сутки побыть без них, чтобы определить значимость их в нашей жизни. Ну а что касается воды, тем более, запасы-то ее не безграничны. Вот как вы представляете, сколько пресной воды на сегодняшний день на нашей голубой планете? Вот существует такая образная модель. Вот если головку только что родившегося ребенка примем за землой шаг, на котором живет почти 7 миллиардов населения, так вот две слезинки на его глазах – это и все запасы пресной воды, и на все человечество. А если учесть, что 97% с этих слезинов находится вершина в горе, в дахах Арктиды и Антарктиды, то фактически так и получается. Вот те водоемы, что нас окружают, вот это и все. Поэтому и не зря поэту пишут. Береги водицу человека, жизнь в озере и океане, береги покой прудов в течении рек и даже гордов воды в своем стакане. Вот и мы, как потребители этого ценнейшего продукта, должны бережно и калом от него относиться. Тем более, что вопросы водосбережения как никогда стоят острыми. Ведь последний юнексик 2020 год – это не год энергетического кризиса, а год кризиса пресной воды. Есть вот такой профессор Позняков, который ведет эту тему. Он утверждает, что в 2020 году баррель пресной воды будет стоить в несколько раз дороже барреля нефти. Баррель – это сколько литров? Четыре. Да. Кстати, меняются наши взгляды на дефицит. Все почему-то считают, что у нас основной дефицит – это дефицит денег. Приятные заблуждения. По классификации Организации Объединенных Наций на первом месте стоит дефицит воды, на втором – дефицит еды и только на третьем месте дефицит денег. А экономисты даже и утверждают, что если в будущем будут какие-то заварушки в виде локальных войн, то это только из-за источников пресной воды. И, кстати, в Африке этот процесс, как говорят, уже пошел. Вот что я могу сказать об этом зале. Спасибо. Доброе здоровье, Санкт-Петербург. Доброе здоровье, Санкт-Петербург. Доброе здоровье, Санкт-Петербург. Денагий Малахов. Вы его передачу очень часто смотрите. Да, здравствуйте. Одной из составляющих водных ресурсов Украины является ее реки. По территории Украины протекает 63 121 речка. 9 крупных, 81 средняя, остальные маленькие. Но, несмотря на это, основной питьевой артерией Украины является Днепр. 35 миллионов из 46 живущих на Украине пьют Днепровскую воду. И не зря говорят, не дай бог, если высохнет Днепр, то и Украина. Вот именно поэтому в этом возле Ветового аквариума и представлены все породы рыб Днепровского водолета. Вот они здесь все, вот на этом стенде, кроме окунька и щучки, этих речных бандитов, стали подрастать и устраивать под планы и стены. А сазан? Я что-то не вижу. Есть сазан, но здесь он просто что-то не попал. Сазаны здесь хорошие, особенно под московым. На макуху ловят? Нет, на гороху нас ловят. Горох бандюин? Нет, это обычный горох, замачивают и все прочее. А на этой картине показано начало нашего Днепра. Это Россия, Смоленщина. Балдайская возносилась в Балуках, и на высоте 253 метра вот таким ручейком начинается. А протянулся на 2200 километров и протекает через три государства. Начало берет в Россию, среднее течение – это Белоруссия. А на последней картине – это Украина. 980 километров в Днепру протекает по территории Украины. Даня, но у Николая Васильевич Гогаев писал, что она каждая птица до середины долетала. Но запасы пресных вода – они не только в руслах рек, озеров и болотах. Есть и подземные залежи. А как они образуются? Ну, одна как и купавшая с неба испарилась, а другая прошла вглубь земли на ветер-полтора. И вся оживительную влагу крючкам не едет. А третья доходит до водонепроницаемого слоя, скапливая, образуя подземные моря и озера. А мы сейчас спустимся в подземелье и посмотрим, что у этих средств. Водичка из-под земли подается на поезд. Справа – это весь тот негатив, который будет в мору, в балу, ухудшая качество нашей водички. Видите, это бытовые, промышленные и сельско-хозяйственные. И проходим сюда. Еще внимание, вот этот иллюминатор. Это вот как раз вот... Как раз путь капельки к водонепроницаемому слою. А то те породы, которые капли встречают на своем пути. Они-то и являются естественными пиками. И надо помнить, что вода сама себя очищает на воздухе за 10 дней, мечки за 20, а в воздухе уже за 10 лет. Но она таких глубинных, как юмстис, романский слоев. Там за тысячелетия. 5-7 тысяч лет. Вот, приехали, а теперь выходим сюда. А это вот тот самый водонепроницаемый слою. Видите, гранит, гранит. Ведь не зря же в народе говорят, что под лежачий камень вода не течет. И надо помнить, что жителям Черниговской, Киевской, Черкасской, южного берега Крыма, что касается подземных залежей воды, скоро повезло, самая чистая вода. Восток, пусть и дело тонко, но тоже надо помнить, что Луганская, особенно Донецкая область, там на пределе предельно допустимых концентраций. Львовская область, таковое положение. Ну а вообще весь Запад, там у нас преобладают генеральные источники. А какую воду считают генеральными? Вот если в одном литре 1 грамм и более всех литров салют, вот это и есть генеральная вода. А какую считают пресной, если в одном литре не более 1 грамм всех литров салют. А на поверхность она из-под земли подается с помощью подобных сооружений. Вот перед вами пакет артезианских сквальтов, билет, видите? И вот та зеленая лужайка, о которой я вам говорил. А как прикупавши на нее, вот какой средств мороз проходит, как против этого вода не проницаем у нас. С помощью подобных буровых установок сверлится сквальтов. А с помощью таких пластов, что водичка поднимается, либо в такие резервуары, либо непосредственно соскатый вод. А как наши прадеды искали под земной залитой воды, чтобы вырыть колонии? Обратите внимание, вот на стене похода. Видите, они просто брали две лозы. И ходили по Азиму. Там, где лозы в подобном образе пересекались, стало быть, вот здесь надо брать лопатку и копать. Три, пять, семь метров. Почему колодцы называются пополками? А образец такого колодца можно выкинуть представить. Это вертикальная карта в диаметре метр-полтора. В те далекие времена, видите, деревом обкладывают. Потом кирпичом, а теперь бетонными кольцами. И надо помнить, что в колодцах, глубина которых до шести метров, это так называемые верховодки. Воду пить оттуда не рекомендуют. Они для поливки плух и огородов. А вот все, что ниже шести метров, пейте на здоровье. Есть и более глубокие, артизианские. Их так и называют, потому что впервые стали копать их еще в 1126 году по французской провинции Артуа. Но отсюда и название. Артизианская ствадия, артизианская колодец. А это что? Я здесь не совсем так считал. Это как делали колодцы в те далекие времена. Это мурили. Мурили, да, да. Здесь искали, а это так бурили вот так. Здесь бурили и так вот. Кстати, в те далекие времена колодец считался символом благополучия. Не каждая семья, скажем, так же мог себе вырыть этот колодец. Это было все-таки дорогое удовольствие. В первом зале мы познакомились с подземными источниками воды, во втором с подземными. А здесь вот представлены средства доставки. От источника и праздниками. Ведь труба для воды является тем же средством, что и для нас общественный транспорт. Видите, в 16-17 век это век дерева. И, кстати, экологи утверждают, что деревянная труба или обладу деревянных, в экологическом плане, самые чистые. В 18-м веке, видите, научились делать из глины керамические трубы. В 19-м и 20-м из металла, а в 21-м, видите, из пластика и металла в пластик. Вот эти три башни снабжали наш город в одной вплоть до Великой Отечественной войны. А после войны наш город снабжали переисточниками. Не просто водопроводную станцию, а и снянская, а и артезианские склады. И вот эти вот переисточников сутки дают, берут 350 тысяч кубов, что на каждого кераминяна по 350 тысяч. Но надо помнить, что Украина отбросится к не водообеспеченным государством. Чтобы войти в разряд водообеспеченных, надо, чтобы на каждого жителя за год приходилось по 10 тысяч кубов в воду. К нашему сожалению, на каждого жителя Украины приходится только по одной пациенту. Но в Киеве мы этого не замечаем. Вот по 350 литров, это за год всего получается 4-4 с половиной тысяч кубов. А возьмите Херсонскую, Николаевскую, Крым, Донбасс, ну что говорится. Тысяча населенных пунктов на территории Украины, и воду разводят еще на воду. Поэтому не зря по этой путь не губи ручей, не глют колодец. Ведь не чудо происходит, когда то вам течет чистеньше, в воде. Кстати, а с другой стороны, как-то все-таки и обидно. 63 тысячи 120 лет, 4 тысячи озер, и быть, и водообеспечен. Так это не на камеру лапут. Лежит река, в тумане тая, лежит она до разъявления плохой воды, уж очень много. А вот хорошие баллы, и вот чтобы было больше хорошей водички, для этого стройка-то неочистые водопроводные инструкции. Здесь показана схема тепловского водозаправления, малых уговородов. Что значит малых уговородов? Это путь воды в данном случае с пекрат, через поток для очистых сороков и потребителей, и обратно их использовать для водопрепителя, через очистые сороков и их тоже выдает. Для этого с помощью насосной станции первого подъема, через ковши-водозабор-искуситель, где водичка клавируется, ее направляют в реанетное хозяйство. А вот здесь-то и происходит вся химическая птичка ее с помощью коагулятора-битного птичка. А далее через аксойники и фильтры она попадает в азонаторную. Здесь ее с помощью озона делают и свет-онкульцинзатор. И вот такую водичку сливают и желаточек в воду. Вот здесь уже питьевая вода. Стало быть, что такое питьевая вода? Это жидкость, которая обязательно для условий должна быть без света, туса и запаха. На научном языке соответствует органолитетическим спросом. А кроме этого, она должна быть еще безвремя к физическому составу, без запаса в эпидемиологическом плане и физиологическом полуоценте в воде в профиле. Вот именно такую водичку поплавили, через засосную станцию томого подъема она выходит в проверенных параметрах, и по другому за ее расправлялось как удобно и каждую пластику. А нас, как потребители, всегда три момента волновало. Это непрерывность подачи и количества. Второй вопрос – качество. А третий вопрос – культура обращения с этим длиннейшим и нахерком. Ну, а количество я сказал, 350 литров на каждом появлянице. А что касается качества, надо помнить, что в нашем городе ежесудочно берется порядка тысячи троп со всем районом, со всем длинным. А при специализированной лаборатории водки полный перечислен параметр, по которым контролируется качество нахерок. Это вот количественная сторона, это вот европейские, это мировые стандарты. Но это не значит, что вода внефть западный блок и в других регионах, и не соответствует. Надо помнить, что в Генграде воду с дуна и внефть – поляки, слизные, внефть и сосварительные. А французы в последний раз со своей стены пили 120 лет тому назад. Технический профессор так отложили свой отпечаток для качества у этих водоемов, что они до сих пор используют ее как техническую, а плачев по несколько долларов за паспорт. Большая заслуга жителей Украины состоит в том, что мы сохранили все-таки свои водоемы. В таком виде, что мы рыбу ловим, а зятые пробы далеко не приемлемо к пустыне. Ну а третий аспект – это культура обращения с этим древнейшим элементом. Я вас и приглашаю в следующий этап. Так дорого доставшись она питьевая вода, а мы сразу 80% выливаем городскую канализационную сеть. А причина одна. В основном, это наши вредные привычки и несвоевременный ремонт. Домашние санкетки. А как любви ворки относятся к этому пандыру? Вот у нас, не надо было, иностранная делитация в России, вот увидев, что происходит на том воде, они спеют, что вы делаете, побежали к воду за пыль. У нас, в этом году, в Горништейн, заходят, закрыли в форму, и говорят, вы готовы умыться, а вы заканчиваете, почистите. И это не обхорошая жизнь, а потому что вода, хоть и дорого стоит. Вот у нас была группа туристов с Израилем, и вот один парень с этой группой говорит, я жду к музею, и каждый месяц по теклу за питьевую воду, по сравнению с нашими целями. И там существует целый срок правил, по берегу отношениям этого продукта. Вот некоторые положения с этого продукта. Ну давайте себе, чтобы не знали, кто из нас закрывает воду, когда чистят зубы и не бремятся. Тут тот, значит, как у нас, тот, у кого щечек, или как мы у Маргикова сказали, кто так делает, тот не наш человек. А кто закрывает душ, когда на мылое тело, и щечек захотелось. В нашем летном славянском калитете. И вы обратите внимание, то, что для всей Европы норма, а у нас она ее подруги, когда-то креплые прибыли. Кстати, киевлян начинает отлучить от этих креплых прибыли. Что сейчас держу испарителем их планки, устанавливать вкладыш с кнопочкой. Для того, чтобы когда нам были дела, включая не тут. При этом, отвергается в два раза меньше. А это сутки, что я говорю, 20 человек. А вот более жесткие статисты. Я не думаю, что у вас страны, если там, но надо, ну, часто слышно. Подумаешь, там по каплю, по две капли. А вот подумали о резюме такого плана. Если 15 грамм, только 2, мой капель не водит по каплю в течение суток. За год в каждой семье теряет порядка 15 миллионов. А если по две капли, порядка 50 миллионов. А если по три, порядка 200 миллионов. Каждой семье теряет порядка 15 миллионов. Вот поэтому и говорят, что надо ставить водомеры. И тот красный диск, который считает деньги в наших карманах, очень хорошо нести переносит. И этот расчет производился по крану холодной воды. А если горячей, это в 3,5 раза больше. Довожу-то в вашем свете, что в январе месяце 2002 года по Украине принят закон о бережном отношении этого продукта, где устанавливается расчетно-техническая норма суточного потребления на городском учителе 150 литров на суток, а для сельского – соль. И с чего же складываются эти 150 литров? Ну, вот несколько цифр. Приготовление пищи личной диеты – это 5 литров на суток. Значит, пол полы – 1 литр на 1 квадратный литр. Извините, туалет – соль три раза, 18 литров. Раз в неделю в буржу или ванну – 255 литров. И так далее. И вы обратите внимание, ваннуки социального выключения значительного финанса, а как они к этому продукту относятся? Ну, в Морке на два отделения – это не их изобретение. Но они в одном отделении с помощью моющих средств побыли, а в другом – вот дословный перевоз – слегка сполоснуть. Ну, хозяйки знают, что значит слегка сполоснуть. По приорту поставим, куда следует, и они не стесняются, но в другом – на том, что сэкономленный пункт все равно что заработали. Вот эта сантехника последнего поколения, видите, теснет уже вращающихся краном, не надо менять резиновую прокладку. Это было самое слабое свето, а с руки подобных сам. Легкое, возвратно-поступательное движение, и ничего не капает. И вот та хлопочка, о которой я вам говорил, который следует пользоваться, когда нам выливаете свои тела, и если сам полосится, то он может сделать первую техническую окраску. Итак, мы прошли в окраске. Взяли водичку меньше, почистили, попользовались. А куда же грязную воду девать? В народе ведь как говорят, там, где начинается канализация, там и начинается цивилизация. Он же бурной. Его что льют, то он и принимает. Ну а мы с вами умные выступили. Помним, что химических и других агрессивных жительств равным образом даже вот таких вещей, куда бросать не стоит. От этого зависит и качество нашей воды. Ведь водоосновшение и канализация – это как у птицы два крыла, желающие, так сказать, запечатлеть своих для этого оригинального сооружения. и сесть слегка за голову. Вот подставочка, пожалуйста. Да, да. Диналья, я больше. Убедительность. А это представлены образцы современных. И, между прочим, вот эти бачки самые неладежные. 95% потери воды идет через такие бачки. А это современная сантехника. Видите, бачки уже на 5-6 литров, а запорное устройство двухкнопочное. На одну кнопочку нажал – одна треть бачка выливается, а на вторую – есть остальное. И вот все, что мы туда вылили, набросали, оно по-тругому отправляется в городской канализационный коллектор, куда я приглашаю вас для ознакомления с его жизнью. Смело идем, а то, что все видели, что делается в городе. А что такое канализация? Оказывается, это комплекс санитарных мер и инженерных сооружений вот подобного типа, которые обеспечивают сбор, транспортировку и очистку всех стоков с улиц, с наших домов и промыкленных отриятий. И вот по такой трубе метр сорок диаметра, вот весь этот поток, доправляясь в бортичек, а там он проходит, ну, сначала попадает вот под такие дробилки. Есть крупный мусор, вот с помощью такой-такой дробилки. А потом они подцепают, допустим, струйки. Вот видите, постепенно вот так они проходят, скорость воды. Ведь основной процесс очистки – это отстой и фильтрация. Вот достигает определенную скорость, и вот постепенно, видите, происходит отстой и фильтрация. И вот эти вот, так сказать, все, что проходит, вот такое вот, то есть, видите, все, что отстоялось, вот оно на дне. В районе Борисовая 300 гектаров вот этих удобрений. А вот эта вот часть, она вот направляется в аретенку. Возистые происходят биологические очистки, ее вся. И на выходе вот такую чистую водичку уже сливают генку. Ну, насколько чистую киевляне сливают. Вот когда запускалась в последнюю очередь Бортнинская рационная станция, руководитель этой станции демонстрировал перед телекамерами. Он пил эту водичку. А во Франции, говорят, вот таких действующих коллекторах даже музеи устраивают. И каждый, побывавший там, чувствовал себя Гавроша, героем романа Виктора Геннона. Помните, это патрона на баррикаде носил во время Парижской коммуны. Ну, а центральной экспозицией нашего центра является вот эта вот новая. Это точная копия пещеры Айвенда, что на южном берегу Крыма. У нас она демонстрирует работу воды в природе и круговорот воды. В чем заключается работа? Выше я вам говорил, одни капельки выполняют наземные и подземные запасы воды, а другие разбивают вот такие гранитные скалы, образуя пещеры. Вы сейчас пройдете и все это увидите. Ну, а круговорот воды не мне вам рассказывать. Водичка с водной поверхности испаряется, образует облака, который перемещаясь, сливаясь, образует дождевые. А из них, в виде осадков, снова попадает на нашу землю. Я сейчас включу этот комплекс работы, вы все это увидите. Стоим на месте, а я буду включать. Видите, закапывал навык, сверху его, заработали две резервы и заработал водопад. Все это является источниками пресной воды. При этом вода сама себя не очистяется, и не тряпкается, а не тряпкается, послушайте его, бакара, но не сплит тебя наверно, и горе от тебя уйдет, и вдруг от тебя. И прилив чудо пролезет, на каждую локти, велье, в вода. Ну, а теперь пойдемте любоваться слезами земли, столахмитами столахтизов, в пещеру. Вот такие звездовые радости. Те, кто снизу и вверх растут, это столахтиты. А то, что снизу сосудки сверху вниз, столахтиты. Вот у нас какая-то. Нам это делали, ну, по-севастопольски, как в пещере. Это как раз там, в горах, в пещере, а в пещере, в пещере, они нам ее скотируют. Прекрасно! Прекрасно! Вот пока я рассказывал, водичка смотрит по верху, снисборялась, образовываются облака. Вышли по пещере и облака перемещались. И на выходе видите, образовавшиеся в пещере. Вы сейчас еще раз выключите электрический разряд между облаком и темной и темной полной. Выпадение ассантов и услышите раскатку срова. Это вот и есть заключительная ассадия с уголовом товаром. Ассадия, она не будет в основе и от метода таких. У меня там лох. Человек без пещи может прожить 40 лет, а без воды всего 4 дня. А в пустыне, между прочим, только 1 сутка. Ну, а дальше вот пойдем в наш аквапарк. Вот так бы выглядела наша земля, если бы не было воды. Видите? Как выжженная пустыня, как алтарь без божества. Но, слава Богу, нас Всевышний не обидел. Как нам пишут? Стаменье чудная явилась, из недосягнутся ли в родни. Как зон, как божественная сила. Ну, все знают, что с голубого ручейка начинается река. Но ручейок и сам пробьет себе дорогу в виде русла. Вот это демонстрирует два момента. Во-первых, как бы выглядел, и, во-вторых, формирование русла. Ну, кто хочет, может, с помощью инструмента под названием лопата подкорректировать это русло или построить вольцы. А с этой стороны мы демонстрируем, как обладает для себя в составе раствора. Вот здесь четыре елкости. Не надо сбалтывать. Ты не уходи. Ты не уходи. Ты не уходи. Не надо сбалтывать этот раствор, а то пена будет. А пена есть пена. Вот так аккуратненько макаем и вот так начинаем фантазировать. Видите? И в этих семицветных лучах радуги каждый вспоминает свои детские фантазии. Подходим, берем и начинаем фантазировать. Вот так аккуратненько макнули. О, вы терпокой. Вот так. Подходите, пожалуйста. Вот. Она приспособится, понимаете, Петрович. Так, скорости набегающего потока. Вот. Очень поднедливее. Ну, а ты, Вадим, покажи, как мастера своего тела. Ты скромный, ты не скромный. Но не надо забывать, что вода обладает лечебным использованием. Мы становимся... Нашу строчку вперед, которые взяли, чтобы вы кусали все это. Геннадий Петрович, это физиотерапевтическая процедура. Она в организме качества вырабатывает металлит радости. С этого мешка еще негде не зубы, не выкрытает. Вот посмотрим, есть исключения из правил или нет. Вот так давайте посмотрим. Как ваша собачуся, Геннадий Петрович. А, ты что? Совершенно точно. Давайте еще. Да, Геннадий Петрович. Так что можете своих слушателей направлять сюда. Продолжение терапевтической процедуры. Слушайте, это очень интересно. О-о-о-о! О-о-о! Вы что, сколько послали? Да, это показатель вашего наукой. Вы понимаете? А вот, позволите, вот, есть мишки, которые вот это самое. Вот там он не вредит. А вот у меня сегодня была. Вот. Так стало, ребят. Вот так вот. Это хорошее слово. Так. Ну-ка послайте в условиях. Вот так вот. Да? Отлично. 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 Вот дать вода ведет себя в составе разбора. Я думаю, вы увидели, что вода – это прекрасное творение. Нас обездающий мир. И столько счастья в каждой день, и столько честных сказок. Ну, а теперь продолжим. Отлично. А второй изюминкой нашего центра является черепонная фарь. У нас он демонстрирует вода, как среда обитания. Обитают здесь японские карты Тихои, которые две с половиной тысячи лет назад появились в горных озерах Японии. А теперь они на каждой фазе идут. Это очень добрые, доверчивые рыбки. И они являются символом благосостояния. Если пальчик дать, они схватят? Вот такой малёк стоит 30 евро. А вот так. Вот он. Вот он. Вот он. А есть такой редкорассветник, который стоил. Можно пробовать пальчик? Так, я вам хочу сказать. Вот дайте попробовать. Я вам немножко форму дам. Вот мы сейчас перехали. И то, что пальчик, и всё. Ну, это, как говорят, это ж не ранее. Вот он, посыпал и не верил. Смотри, я сейчас с вами все. Смотри, как. Смотри, как. Атон! Атон, а! Атон, а! Атон, а! Вот хозяин! Иди сюда! Атон, а! Атон! Как? Атон! На что-то теперь, если видите сантиметра. Я на каждом сантиметре... Вот такой пальчик, вырезай. Вот берите, фотографируйте ее. Весунь туда пальчик, вырезай. Растурка терапии до 70 сантиметров в длину. На каждый сантиметр у лада 10-15 гитров. Вот такой характер, вырезаю, вырезаю. Играет музыка. Играет музыка. Время шло, образовалась атмосфера, и пошли великие перемещения всех видов жизни. Кто в воде остался, он отсутствовал, кто и в небесах попадался. И надо помнить, что последние исследования исследователей утверждают, что это не случайное совпадение. Наша любая планета покрыта на 70% на дождь, и каждый из присутствующих тоже состоит на 70% издания. А японские исследователи Мотамасара так и утверждают, что вода – это энергоинформационный колодай, который предстоит расшифровывать гердичную упаковку. Пока что она выполняет уровень посредника, между духовным и материальным. Но уже все знают, что вода обладает свойством памяти, и в организме каждого из присутствующих вносит жизненную энергию. Не грех вспомнить, что наша кровь состоит на 93% из воды. Каждые 15 дней она меняет свой состав. И вот все форс-пажорные обстоятельства служебного, водового плана, сквернословия и прочие отрицательные эмоции, они изменяют структуру воды, а стало быть и структуру в нашей крови. И вот следующие 15 дней наши внутренние органы питаются кровью с измененной структурой. А потом мы сами себе вопрос создали, почему у кого в ревом, у кого в правом боку заколола. Меньше нервы всегда, меньше сквернословия, а водички чаще говорят комплименты, слова, ласкающие структуру. При этом она восстанавливала свою структуру. Ведь не зря наши прадеды в те налетки времена, заходя в хату и садясь со стол, читали отчина, тем самым создавая микроавлики. А здесь качественные аргументы приедут, видите, это человеческие приороны, которые тоже через месяц его развиваются в соленом океане, на юридических процентах. И в личный состав, который такой, как и в любом океане, типа, ненавид, политика, 70% в облике, а в первом океане не развивается, а в другом океане не развивается. А информация вот этого структура объясняет, почему сердечно-сосудистые заболевания и всех болезней на первом листе. Ведь это внутренний рейд человек, по образу большой и малой груди кровоопротивности, который в каждом из присутствующих имеется. И все мы знаем, что они состоят из толстых и тонких сосудов. Тонкие – это капилляры, а толстые – это герна, овосты. А как вы думаете, какая длина всех толстых и тонких сосудов в каждом из присутствующих? Обратите внимание, не много и мало, только 100 тысяч километров. Беремочка такой длины, в конце лета, два с половиной раза, два с половиной раза, три аппарата. Дальше, три аппарата. Дальше, в каждом из присутствующих, четыре с половиной километров крови. И вот, чтобы доставить питание каждых метров на кровоопротивность, значит, засудки в эти пять микровоопротивности должны прокачать вот, в лоите, сто тысяч километров. Так, простите, какой мотор под названием сердца это выгодит? Ну, отсюда вы, здоровый образ жизни, занятие спортом, в наше сердце от нас колено, без взятия, а их взятия. И доходим туда. А на этом рисунке, она, когда иначе. Оказывается, что тела всех присутствующих в среднем состоянии на 70% вызова. Если человек теряет 6-8% влаги, он теряет сознание, то есть 10-10, кто поступает или нет, что за себя. И вот, в избежание этих дискомфортных моментов, дети должны 1,5 литра выпивать каждый день, а взрослые 2-3 литра. Ну, а как узнать, кому литр, а кому 3? Надо собственный вес умножить на 3 и разделить на 100. Я весь вкусом с килограмм, значит, каждый день 2 литра 4 стакана. Ну, а кто хочет отдать ответ в стакана, как говорят, значит, это собственный вес, разделить на 1,5 литра. И получите количество стакана нужное ваше, или же суточное потребность в вашем организме. Кстати, врачи утверждают, что наши подъезды перейдут в разряд хронический, и сразу выписывают рецепт. Простутся и сразу страдающие артезианские водички. За полчаса до приема пищи, и через 2,5 часа после приема пищи. Такой диспопорт, как и сложный механизм, а так вот 20-20. Заканчивая наше путешествие в прекрасную мировую воду, я думаю, что у вас все-таки сложилось впечатление, что вода – это колыбель жизни. Ведь повсюду видна ее кисть, и ее изец, и обольщик с размахом. И каждый из Иисусов же знает, что нет в живой и ни живой природе ни единого мира. На самом деле, которую мы не понимаем, как в живой природе. Ведь не зря с поэта Кистью, в другом вода и всюду свет. У всех миров свое начало, но ничего в природе нет, чтобы водою не мешало. Именно поэтому ее и называют, истесущей, как святой Дух. А вот в этом и есть истина и в этом истина. На этом наша экспедиция закончилась. Такие вопросы я с тобой взял. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Я не знаю, просто мы, где-то, 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 где-то. Ну, чтобы, где-то, 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 где-то. Причесать. Ну, не причесать, а добавить. Да нет. Полезную вещь. Водицу, когда мы берем, как раз мы говорим о том, как в ней относится, так она и вылежается. Вот, как раз мы с вами все, на которую мы скидывали с места вложения. Он установил, что когда мы берем высокотанчик с вами, мы произносим, и обыклить ее судьбовую новостальность, то она получилась наиболее структурированной и структурированной самой совершеннолетностью. И еще интересная вещь, это совсем не главное, я узнал. Вот, когда она находится в такой уровне, она смачивает поверхность, она наклеится в такой поверхности, в особом состоянии. Вот это уже особое состояние, как раз, по сути, тому, что какие-то инфекционные процессы... Затем ее калевую раствор, то есть закон работал. Я сейчас там с собой... Сама вода. Вот это вот именно вода, за счет поверхностного населения, за счет того, что мы сейчас пограническая вода не называем. А вот это чрезвычайные свойства, именно два характера. Как какая-то стресса меняется, тогда же возникает, что они с хорошей жаркой. Ах, там нормально, а то есть это правильная еда. У меня есть перечень, которые... Сейчас... Я просто собираюсь здесь летом, 46, так сказать. Представитель, это один изначально. Значит, все зависит от воды. И вот, когда в чрезвычайне начинается обезвоженный организм... Сначала в виде жажды, потом в виде боли, где не поздно. Значит, надо... Когда этот цех вода с организма качается, Начинается внутреннее предпринимание. А мы уже это внутреннее распределение. Чувствуем в виде боли, в виде печени, в виде другого. Это уже следствие. А первым мужчина дыхает обезвоженный организм. И вот теперь 46 этих пунктов... Чтобы этого не произошло. Вот это тема последнего конкурса. Реки объединяет людей. И вот здесь эти рисунки, посвященные этой теме. И вот это те, которые победители. Заслуживают наибольшего денег. Ну а 22 марта, вы знаете, Всемирный день воды. У нас будет день открытых дверей. Как говорят. Вот на халяву. В летнее время вот так проходит день открытых дверей. Здесь представители водоснабжения, водоотведения и все прочее. Вот так у нас, видите, проходит. Все зависит от погоды. Если будет солнечное, то все так же будет. И сейчас я... Все дальше тоже чуть-чуть. Поехали! Посадки была вот этой темпой и подушных домах. И вот эта темпка была как то естьым с 14-летняя девочка. Рисунок люди сейчас сняли, а болгары выпустили на столе того рисунка. Вот такие пометки в чемпионате. Уже посчитали количество рисунков для себя. Здесь очень важно. На шресло вы должны смотреть. Украины получают воду главной артурой. Из них. Пробращают частички. Кокну. Надо кокну. Ваше креативияenne. Для нашей арене жильи. Ваше креативия анálcrrishnaara аmoothина. По методам поворотов стал. Краснодарым. Это вкусный운інг Johnny. Видите. Поехали Али Тораково. Живите.